Дронов, да, работает у нас в фан-зоне, поэтому можете пройти в технопарк, там вам ребята-волонтеры подскажут. Да, в принципе, любой, кто у нас является резидентом технопарка, знает, где фан-зона. Вам помогут, проведут, сможете воочию посмотреть и убедиться в том, что ребята ни словом вас не обманули. Ну, а мы готовы перейти к следующему выступлению, к следующей теме. Следующее у нас будет тоже такое вот объединенное выступление, оно будет формата и онлайн, и оффлайн, мы увидим двух спикеров, услышим. И тема у нас следующая, твердотельная микроэлектроника. И я приглашаю сюда на площадку старшего инженера-конструктора систем на кристалле проект Риски, правильно? Отлично, ваши аплодисменты Иван Кравченко. И с нами на связи, насколько я знаю, архитектор систем на кристалле проект Риски, архитектор с 18 годами экспертизы в сфере бэкэнда интериальных схем. Владимир Беляев. Владимир, вы с нами? Да, вы меня слышите? Да, мы вас отлично слышим. Прекрасно. Я в столице нашей Родины, меня выдернули дела, но я рад, что я с вами. Мне не получилось приехать в Крым, я очень хотел, но вчера у меня был день рождения у сына, и я не мог этот момент пропустить. Мы вообще планировали, что Иван меня коротко представит, но я представлю сам. Я закончил Московский университет электронной техники в Зеленограде в начале 2000-х годов, и всю жизнь работаю в сфере бэкэнда интегральных схем. Работал в таких компаниях, как Intel, Motorola, Philips, российские космические системы, SXY, ряд стартапов. И сейчас я работаю в стартапе, который называется Risky.com, и у меня замечательная команда молодых кандидатов наук, которые очень мотивированы, впитывают знания, жадно, как губка. Поэтому их темлит – это Иван, и я его вам представлю. Спасибо большое, Владимир. Всем привет. Мы представляем наш стартап Risky, который входит в стартап-студию IT Garage. И сегодня мы хотели бы вам немного рассказать про железки. Вот у нас весь флоу нашего сегодняшнего мероприятия плавно перетекал от темы искусственного интеллекта и нейросетей. Потом мы затронули беспилотные летательные аппараты. Ну а сейчас мы погрузимся именно в аппаратную часть, а именно в микросхемы. Для начала я бы хотел представить остальных членов нашей команды. Сергей Никулин, так же, как и Владимир, является нашим наставником, так же работает удаленно. Я, как уже было сказано, темлит севастопольской команды. Это вот остальные разработчики. Мы территориально находимся здесь в IT-парке. Все являемся аспирантами и выпускниками Севастопольского государственного университета. И на сегодняшний день имеем около 8 лет опыта, в том числе в разработке интегральных схем. Собственно, что мы разрабатываем? Мы разрабатываем линейку процессоров. Ну или по-другому сказать, систем на кристалле. Эта линейка будет основана на открытой 32-разрядной архитектуре RISC-V. Все процессоры предполагаются многоядерными. На первой итерации разработки мы планируем создать 8-ядерную систему на кристалле с расширенной поддержкой обработки видео. Для этого туда будет интегрирован кодек H265-H264 и поддержка внешней памяти стандарта LPDDR4 до 2 гигабайт. Также туда будет встроен блок ускорения тензорных вычислений. То есть это блок ускоритель нейросети от российской компании IvoTech. Вот первая наша система на кристалле. Ее назначение максимально широкое. На ее основе можно будет делать устройство для IoT, устройство общего назначения на микроконтроллерах. И ближайшим зарубежным аналогом является ESP32. Однако наша микросхема будет обладать лучшими характеристиками. Также у нас в планах переход на кластерную архитектуру RISC-V, 64-разрядную, уже с большим числом вычислительных ядер, с поддержкой новейших стандартов Wi-Fi и Bluetooth и расширенной поддержкой по внешней памяти и поддержкой интерфейса PCI-Express версии 4.0. Старшее решение предполагается для облачных решений и процессоры для дата-центра. Я, наверное, уже много слов малознакомых для некоторых слушателей рассказал и хотел бы задать вопрос в зал. Кто-то из вас понимает, чем принципиально микросхема отличается от печатной платы? Да, пожалуйста. Идеальный ответ. Это тот ответ, который я готовил на случай, если никто не знает. В общем, все правильно. Степень интеграции. Ну, что такое печатная плата? Печатную плату, наверное, все в том или ином виде встречали, разобрав, например, свой телефон или посмотрев внутрь своего компьютера, вы увидите там, как показано слева, такую синенькую печатную плату, на которой распаяна россыпь компонентов. И там вы можете увидеть черные квадратики с большим числом выводов. Это и есть микросхемы. Вот я бы хотел сегодня немножко рассказать, что находится внутри этих черных квадратиков, потому что, как правило, люди, которые даже разрабатывают железки, печатные платы, не всегда понимают, что там внутри находится. Там внутри находится полупроводниковый кристалл. Вот в правой части слайда его видно. Он закрывается пластиком и при помощи металлических проводничков соединяется с внешними выводами микросхемы. И вот задача разработки интегральных схем сводится к разработке вот этого кристалла. Как это все выглядит изнутри? И что такое вообще технология? Потому что, как правило, как только мы касаемся темы разработки микросхем, мы сразу говорим о какой-либо технологии. Изнутри микросхема выглядит как слоеный пирог. В нижней части расположены так называемые активные слои, в которых выполняются активные элементы. Ну, проще всего транзисторы, если говорить о процессоре в компьютере. В верхней части над ними располагается набор слоев металлизации, который разделен диэлектриками. Эти слои необходимы для того, чтобы выполнить связи между транзисторами электрически. И вот в самой верхней части этой диаграммы видно алюминиевый, зелененьким цветом такой квадратик. Это контакт во внешний мир. И вот в правой части это фотография кристалла. И видно, что к вот этим контактам привариваются металлические проводнички, которые потом выводятся наружу микросхемы. Что же такое технология? Технология определяет, как вот это все будет производиться. Технология неразрывно связана с фабрикой для производства микросхем. Я хочу, чтобы все понимали, что фабрика для производства микросхем – это очень большая организация. Их в мире не очень много. Они стоят очень больших денег. И разработчики микросхем занимаются тем, что готовят документацию для этих фабрик. И технология – это тот набор инструментов, который фабрика дает разработчикам для того, чтобы на этой фабрике произвести микросхему. В этот набор входят правила проектирования физические. В этот набор входят модели элементарных ячеек для построения из них схем. И также правила для проведения всевозможных проверок. Также я сказал такой термин, как система на кристалле. Вот тоже хочу немножко коснуться этой темы. Что такое система на кристалле? Вот раньше, если разобрать какой-то не самый свежий телефон, в нем можно увидеть вот такую материнскую плату, на которой будет несколько микросхем. Каждая из этих микросхем выполняет свою функцию. Ну, например, здесь есть центральный процессор, микросхема памяти, микросхемы-контроллеры питания, микросхемы, которые определяют работу внешних интерфейсов и так далее. В современном мире все эти микросхемы и все эти функциональные блоки интегрируются в одну, в один кристалл, который называется системой на кристалле. Что это дает? Это дает, в первую очередь, уменьшение площади, уменьшение веса устройства и, как следствие, уменьшение стоимости при массовом производстве. И вот современный любой телефон, он основан на системе на кристалле. Также неразрывным понятием системы на кристалле является IP-ядро. Тоже если кто-то начинал когда-то погружаться в эту тему, обязательно с этим сталкивались. Вот что такое IP-ядро? IP-ядро, само название происходит от английской аббревитуры intellectual property, то есть интеллектуальная собственность. IP-ядро — это вот один модуль системы на кристалле, который разработала какая-либо компания по разработке вот этих IP-ядер и реализовывает на коммерческой, чаще всего на коммерческой основе и реже встречается open-source решение. Эти IP-ядра, соответственно, и из них набирается система на кристалле. Ну и вот здесь на диаграмме представлен основной флоу разработки, то есть от идеи до кристалла. Я очень-очень кратко пробегусь по основным этапам. То есть сначала формируется техническое задание на основе идеи, как и в любой другой технической разработке. После этого определяется архитектура системы на кристалле, определяется, какие именно IP-ядра можно использовать готовые, то есть из предыдущих разработок или приобрести у сторонних фирм, а какие IP-ядра необходимо разработать самим. Как правило, обязательно в любой разработке хотя бы несколько IP-ядер должны быть разработаны самой компанией, поскольку они являются специфичными для конкретного применения системы на кристалле. После этого все IP-ядра интегрируются в одну схему, проводится функциональная верификация при помощи набора методов. Я опять же не буду углубляться в каких, но на этом этапе проверяется правильность работы системы на кристалле и в соответствии ее техническому заданию. А вот в нижней части слайда, вот эти вот пять нижних квадратиков, к сожалению, указка не видно на экране, это так называемый бэкэнд разработки. То есть это та последовательность действий, которую необходимо сделать для того, чтобы выпустить чип и разработать его на физическом уровне. Он состоит из таких этапов, как синтез списка соединений системы на кристалле, подготовки и размещения IP-ядер и прочих компонентов на кристалле, выполнение автоматической трассировки или полуавтоматической, когда это необходимо для критических цепей, физическая верификация. Это этап, на котором проверяется, насколько разработанная схема соответствует требованиям фабрики и, соответственно, tape-out. Tape-out — это термин, который к нам устоявшийся уже за какое-то время. Происходит он от английского tape — это лента, и out — это выпуск. И раньше, когда разрабатывались в прошлом столетии микросхемы, технологические файлы отправлялись на фабрику на магнитных лентах. Оттуда пошло название, оно до сих пор живет. Ну и мы хотели бы подробнее остановиться именно на IP-ядрах, поскольку это является краеугольным камнем разработки всей системы на кристалле, и рассказать, чем отличается разработка аналоговых IP-ядер от цифровых IP-ядер. Начнем мы с разработки аналоговых IP-ядер. И здесь мой коллега Дмитрий может мне помочь. Поскольку мы находимся на территории IT-парка, мы можем в интерактивном режиме показать, как разработка IP-ядер выглядит глазами разработчика. И это изображение сейчас транслируется с нашего сервера. И здесь вы можете видеть два основных вида, с которыми работает разработчик при разработке аналоговых схем. В левой части это схемотехническое представление. То есть, наверное, все знают из уроков еще даже физики в школе, что любые электронные компоненты в виде условно-графических обозначений их можно представить. Вот это как раз таки оно. Здесь показано два транзистора и соединение между ними. Кто-то может узнать, что это за схема? Да, абсолютно верно. Это схема инвертора. То есть, это простейшая цифровая схема, которая преобразовывает нолик в единичку и единичку в нолик. После того, как разработчик сформировал схемотехническое представление инвертора, в данном случае, проводится моделирование его работы. Для этого используются те модели, о которых я говорил ранее. То есть, модели, полученные от фабрики, модели транзисторов в данном случае. И происходит переход к топологии, к разработке топологии. Что такое топология? Топология – это графическое отображение физической структуры схемы, то есть нашего инвертора. Вот здесь различными цветами и различными формами показаны вот эти два транзистора, которые вы видели до этого. Их послойная структура… Дмитрий, я могу попросить тебя послойно выключить и включить слои. Вот сейчас Дмитрий послойно включает слои. Это те самые слои, которые мы видели ранее, из которых состоит микросхема. Здесь слои поликремния, металлизации, контактов между металлами. Из них формируется схема. Вот это пример готовой топологии. Также… Вообще, вот на чем мы это все показываем? Мы это показываем на какой технологии? Мы это показываем на первой технологии, открытой, которая была в мире выпущена. Она называется Skywater 130 нанометров. Ее для общего пользования предоставила американская фабрика Skywater в кооперации с Google. Вы все можете просто вбить в поисковике Skywater PDK, скачать себе набор разработчика и попробовать самому разрабатывать интегральные схемы. Единственное отличие с тем, что мы сейчас показываем на экране, будет в том, что это PDK представляется для open source инструментов разработчика. Здесь же мы пользуемся профессиональными инструментами. Это набор инструментов от фирмы Cadence. Это является золотым стандартом для разработки интегральной схемы вообще во всем мире. И сейчас мы в целях обучения, о чем я скажу немножко позже, проводим адаптацию этой технологии под вот этот софт, под Cadence. И фишкой нашей адаптации является то, что мы уже реализовали параметризованные ячейки транзисторов. Вот то, что вы сейчас видите на экране. То есть каждый транзистор, у него можно задать его характеристики в текстовом виде. Это в данном случае длина и ширина канала транзистора, количество контактов, наличие контактов в подложке слева и справа. И топология перестраивается автоматически. То есть при изменении числа затворов и параметров транзистора она автоматически меняется. Это очень удобно для разработчика, поскольку не нужно руками. Как правило, в общем, поставляется фабрикой фиксированный набор размеров вот этих транзисторов. У нас есть возможность менять их, ну как бы на лету. Это что касается разработки аналоговых схем. Такой дизайн носит название Full Custom Design. Почему? Потому что здесь разработчик полностью вырисовывает сам все слои. Ну и за исключением уже готовых элементов, как транзисторы. Что же касается цифровых схем. Ну, наверное, вы все слышали, что в современном процессоре миллионы, миллиарды транзисторов. Ну, наверное, логично предположить, что вручную разработать такую схему достаточно сложно. Поэтому, Дмитрий, а можно на презентацию вернуться? Как разрабатываются цифровые схемы? Разработка цифровых схем сводится, по сути дела, к программированию, если очень-очень простым языком говорить. А можно немножко изображение наше вернуть в прежний масштаб, чтобы видно было весь слайд? Спасибо. Вот в левой части слайда вы можете видеть так называемый фрагмент кода, так называемый Hardware Description Language. Это язык описания цифровой аппаратуры, на котором описываются цифровые схемы. По сути, это код. Он по синтаксису не похож, наверное, на какие-то широко известные языки программирования, но он имеет свои особенности и позволяет описывать аппаратуру. Имея вот такое описание, мы можем сгенерировать список соединений автоматически. Вот так, как показано на слайде справа. Этот список соединений формируется на основе вот этих базовых цифровых ячеек, которые предоставляет фабрика. После того, как этот список соединений сформирован, опять же в автоматическом режиме подготавливается место под будущую цифровую схему, прокладываются проводники питания и выполняется автоматический, так называемый этап placement, автоматическое размещение вот этих ячеек в топологии. Это правая часть слайда. И последним этапом выполняется автоматический роутинг, то есть прокладка проводников, или так называемая трассировка. После этого проводится ряд верификационных проверок на предмет соответствия, опять же, требованиям технологий и требованиям фабрики, на которой все это дело будет производиться. И формируются документы, оформляется готовое IP-ядро. Вот это пример очень-очень простой цифровой схемы. Это трехразрядный счетчик. Мы же разработали первый прототип нашей системы на кристалле из первой линейки общего назначения, который содержит уже гораздо больше и описания HDL, и соответственно элементов. Здесь представлена эта топология. Она включает в себя 8 ядер архитектуры рискви 32-разрядных и периферию системы на кристалле и какие-то внутренние соединения. Размер вот этой топологии составляет 2 на 2 миллиметра, то есть площадь порядка 4 квадратных миллиметров. Если мы отключим сейчас все слои металлизации и начнем приближать изображение, мы как раз-таки увидим вот эти базовые элементы, из которых состоит вот эта вот большая схема. Если начать включать обратно слои металлизации, то мы начнем видеть, как вырисовываются все соединения между всеми элементами. Сейчас Дмитрий мне поможет с этим. То есть сейчас послойно от нижнего слоя металла к верхнему слою металла начинают появляться соединения между этими элементами. Вот. И если мы обратно вернемся, станет понятно, насколько эта схема большая. Естественно, вручную такое разработать нецелесообразно как минимум, а скорее всего и невозможно. Поэтому вот так выглядит маршрут разработки цифровых IP-ядер. Мы можем вернуться на презентацию? Спасибо. Что мы получаем в итоге? После того, как все IP-ядеры разработаны и все это упаковано в один кристалл, мы получаем примерно вот это. Здесь на слайде приведен QR-код, по которому вы можете в своем телефоне послойно посмотреть вот эту вот топологию. Это пример открытой топологии чипа. Она уже достаточно старенькая, но она позволяет наглядно посмотреть, как это все выглядит в результате. Здесь подписаны контактные площадки, шины питания и основная цифровая схема. В таком виде топология конвертируется в файлы для технологии, в так называемые технологические файлы, это GDS-файлы, и отправляется для производства на фабрику. Через некоторое время мы получаем готовые кристаллы, точнее мы получаем пластину, которая затем режется на кристаллы, проводится их верификация, и мы получаем микросхему. Вот так примерно выглядит разработка микросхемы изнутри, глазами разработчика. Естественно, я здесь опустил очень много технических моментов и нюансов, но они не будут опущены в нашем курсе. Мы хотим анонсировать курс по основам разработки интегральных схем, в котором мы будем подробно изучать то, о чем я сейчас пробежался в нескольких словах. Основные темы курса представлены на слайде, и также в рамках курса будет обширная практическая часть на основе вот этой технологии, которую мы показали, SkyWater 130 нанометров, где все слушатели смогут своими руками попробовать разработать свою простейшую интегральную схему. Вот в таком виде, в котором мы это видели. Вся информация о курсе будет доступна в телеграм-канале, на который вы можете подписаться и отслеживать. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Если меня слышно, я бы хотел Ивана поблагодарить. Он прекрасно выступил, никто бы лучше не сказал. В свою очередь я только хочу сказать, что если у вас есть какие-то вопросы, и у Ивана будут затруднения с ответом, я только в этом случае бумагу. Спасибо, Владимир. Вопросы, я уверен, что есть. И, друзья, я уверен, что их много, как и у меня, собственно. Ну, а давайте так. Мы выберем вот несколько человек, зададим эти вопросы. И у нас есть замечательная традиция в течение всего дня фестивального сегодня. Вы выбираете лучший ответ, и мы за этот ответ даем подарки. Ага. Как много. Всех. Ну, тут прям человек очень рвется задать вопрос. Мы с вас начнем. Я вижу, все руки вижу. Не переживайте. Всех обязательно спросим. Насколько перспективным вы считаете увеличение набора инструкций? Или поясните? Вы имеете в виду instruction set architecture? Да, да. Я думаю, вопрос связан с тем, почему мы используем риск-в архитектуру. Я правильно понимаю? Дело в том, что есть стандартный набор инструкций, а можно увеличить набор инструкций за счет степени интеграции ядер. Я вот к этому клоню. Да. Набор инструкций сейчас находится на этапе согласования и утрясания тех конкретно расширений к архитектуре риск-в, которое мы планируем включить. Сейчас у нас набор инструкций риск-в АМС. И при необходимости он, естественно, будет расширяться до… Это зависит от применения системы на кристалле. Если появится какая-то специфика, естественно, этот набор будет расширен. Спасибо за ответ. Так, далее. Видел здесь. Да вот он я, вот он уже рядом с вами. Вы упомянули, что в вашей микросхеме будет использоваться так называемые тензор-ядеры. Чем кардинально они отличаются от обычных CPU, GPU? Можно я скажу? Да, пожалуйста, Владимир. Смотрите, аналогию с биткоин-майнингом приведу. Изначально майнили на CPU, потом на GPU, потом на FPGA, потом на ASIC. Абсолютно та же ситуация в тензорных вычислениях. Изначально на процессоре… Владимир, вы пропали, мы вас не слышим. Естественно. Простите, я в пути, может быть, у меня проблемы со связью. Я сказал, что эволюция специализированных вычислений – это вычисления на центральном процессоре, потом вычисления на GPU, потом вычисления на FPGA, потом вычисления на ASIC. По степени их эффективности. Я могу немного дополнить ответ Владимира. Тут фишка в том, что эти ядра являются оптимизированными для тензорных вычислений. В первую очередь это матричное вычисление, и они выполняют эти вычисления гораздо быстрее и эффективнее, чем процессоры общего назначения или GPU. Владимир, вы хотели что-то добавить? Нет, я только могу согласиться. Вообще, нейроускоритель от ИВА, я думаю, что я не разглашу какой-то конфиденциальной информацией, он основан на той же архитектуре, что ускоритель от Google. То есть это матричный умножитель с центральным процессором. Отлично. Спасибо за ответ. Движемся далее. Следующий вопрос. Как тому, кому потенциально придется работать с вашими ядрами и процессорами, хотел бы узнать, насколько сильно вы будете полагаться на расширение, потому что WISC 5 предполагает расширение. Это во-первых. А во-вторых, насколько хорошо будете фокусироваться на документации, документации, потому что с другими отечественными схемами это вот была в основном главная загвоздка, что документация была, мягко говоря, неполной и с достаточно большим количеством вопросов. Поэтому как вы к этому будете подходить? Спасибо большое. Можно я свое видение как архитектора озвучу? Да, Владимир, конечно. Вообще, я вот считаю, что не надо гнаться за расширениями, потому что сама аббревиатура RISC, она означает Reduced Instruction Set. То есть мы не конкурируем с Intel, который SSE 3, 4, 5, 10, 15. У нас минимальный набор экструкций, из-за этого ядра очень компактные, конвейер короткий, это все быстро и хорошо работает. Ведь это RISC-процессор, это нарицательное название. Если кто-то понимает, о чем я говорю. Поэтому, позвольте, я продолжу. По поводу документации, если все пойдет по плану, Сергей Никулин занимается тем, чтобы документация вам вообще не понадобилась. У нас будет полнейший SDK для всех видов применений. И, ну, я не могу сказать большего, но у нас будет вишенка на торте. И будет очень приятно разрабатывать под эту архитектуру. Да, вот хотел бы уточнить насчет расширений. В частности, например, на ARM их огромное количество. И создается так называемый зоопарк. Что непонятно, какие используются, не используются. И, в принципе, насколько велик шанс такого у вас? Пока я здесь, шанс этот минимален. Потому что я придерживаюсь позиции keep it simple. Мы выбираем открытую архитектуру не для того, чтобы извратить ее самодельными расширениями до неузнаваемости. Вот это мое видение. По-моему, пора открывать дискуссионный клуб. Но мы движемся далее. Следующий вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как с Китаем в плане цены и качества вы сможете конкурировать? Будет ли здесь производиться ваши микросхемы? И будет ли это на постоянной основе? И когда в свет выйдет ваше техническое произведение искусства? Ну, на этот вопрос… Иван, ты отвечаешь? Да, я отвечу на этот вопрос. Что касается фабрики. Фабрика сейчас также находится на этапе согласования. Вообще, что касается российских наших отечественных фабрик. Для того, чтобы создать действительно конкурентоспособное решение с характеристиками, которыми будет достаточно для современных приложений хотя бы IoT и микроконтроллеров общего назначения, отечественные фабрики сейчас мало подходят на данном этапе развития. Но, тем не менее, мы планируем кооперацию с фабрикой Микрон российской. У них есть техпроцесс 90 нанометров. И там будут, я надеюсь, выпущены какие-то пилотные опытные чипы. Основная наша фабрика, на которую мы делаем упор, это Global Founders 22 нанометра. То есть производиться будут чипы, скорее всего, за рубежом. Но мы очень надеемся на то, что и в рамках Российской Федерации это также получится сделать с теми характеристиками, которые мы хотим получить. Что касается сроков, у нас проект распланирован на 3-4 года. Поэтому первые опытные образцы, я думаю, мы получим. Ну, я надеюсь, что через 2 года, возможно, 3 года. Есть ответ. Так, ну что, есть ли еще вопросы в зале? Люди, которые все это понимают и разбираются на таком профессиональном уровне, я преклоняюсь перед вами. Честное слово. Готов? Есть два вопроса. Один из них очень глупый. Я как человек, который работал только с печатными платами, только с обычным программированием. Такой вопрос. Как набивать опыт? То есть, если ты разрабатываешь печатные платы, ты сделал одну, разработала на компьютере, потом вручную, ага, тут косяк, потом сделал заново, опять сделал вручную, на коньяк заказал у китайцев печатные платы за 10 баксов. Или ты пишешь код, ты пишешь код, ага, запустил, не работает, еще раз запустил, а блин, точно не работает. Переименвал там покопался, ага, заработала. Как это работает в производстве микросхем? Мы же не можем сделать микросхему, отправить ее на завод или сделать ее там паяльником вручную, как-то там, феррум, что-то там. Ну, короче, страшно. Я вам понял. Разрешите, я отвечу. Знаешь, смотрите, ну вот реальная ситуация. Делали чип с Ивой. В мобильной версии чипа должен быть высокоскоростной контроллер CSI, это камера-сериал-интерфейс, ну, как в GoPro, которые высокоразрешающие матрицы подключают на большой скорости. Ну, не USB-камера, естественно. И не заработал, потому что сжатые сроки не до конца была верифицирована, просто перепутали два сигнала, и все, в Кремнии как бы CSI не заработал. Был решен внешним модулем. Потом в следующей ревизии бесправили. Ну, то есть, конечно, когда у тебя получается кирпич за короткой по земле и питанию, просто греется и потом взрывается, это прискорбно. Это миллионы долларов и, ну, загубленная карьера, загубленный стартап, загубленный бизнес. Но есть небольшие хаки, вот есть такая процедура, как FIP, например. Это, ну, допустим, ионным пучком можно пережечь какую-то шину металлизации на заданной глубине в микросхеме. Можно ионной имплантацией добавить примесь или имплантировать металл даже в толщу микросхемы. Но это процедура ручная, очень дорогая, оборудование очень дорогое, но методом проб и ошибок. Ну, и опять же, как бы, уверенность нам дает то, что маршрут, вот такой, как маршрут Кейденс, он, если пройден согласно, как бы, ну, согласно лучшим практикам, так скажем, то он гарантирует отсутствие ошибки. Вот Иван рассказывал, из чего состоит процесс проектирования. То есть, это проверки, проверки, еще раз проверки. Вручную это сделать невозможно. Мои предшественники чертили это все на миллиметровке и проверяли глазами. Сейчас у нас КАД, компьютер-рейдед дизайн, позволяет свести вероятность ошибок в меню. Если, конечно, инженер понимает, что он делает. Давайте я еще немного дополню ответ Владимира по поводу того, где студентам учиться этому всему и где пробовать. Вот я сам, бывший студент, я учился разработке интегральных схем, и меня этот вопрос тоже интересовал. За рубежом этот процесс налажен. Есть так называемая программа Multi-Project Wave, MPW. По этой программе студенты могут в рамках даже своих магистрских работ произвести небольшую микросхему и протестировать ее, и, соответственно, потрогать это все руками. Ну, естественно, это не делается во много итераций. То есть, это обычно одна, максимум две итерации. В Российской Федерации, естественно, с этим немножко сложнее, но мы всем сердцем и всей душой желаем развивать эту историю. И вот одна из возможностей прикоснуться к разработке – это именно наш курс, где можно будет попробовать это сделать руками. А насчет производства, ну, здесь только стартапы и какие-то вот такие решения по работе в компаниях. Насколько мне известно, в рамках обучения это очень мало где можно сделать. Ну, возможно, в каких-то топовых вузах, но широкой практики такой нет. Хорошо, спасибо за ответ. И еще один, наверное, более такой глупый вопрос. Обычно люди, которые делают микросхемы, они действительно очень крутые. Крутые не только в создании микросхем, но и в низкоуровневом программировании. И относятся ко всем остальным высокоуровневым программистам, всяким там питанистам. Вот как именно питанисты. Вот. И в итоге после этого получается не только документация страшная для обычного программиста, будем так это называть, кроме фонтендера, но и просто неудобная система с точки зрения мне неприятно работать. Обычно, когда садишься работать, садишься работать, там вес кода, он у тебя красивый, настроенный, а потом человеку показывают, в каком-нибудь NVMe он все. Вы что, я с этим работать не буду. И хочется задать такой вопрос. Будет ли такая же система, как с Ардуино? Той же самый. Почему я не упомянул? Потому что сама по себе Ардуино – это плохая платформа. Она медленная, она старая, она устаревшая и так далее. Ну, в разработке, вот как я, как человек, который я хочу внедриться, она для меня просто идеальна. Помягать светодиодиком, она достаточно. Сделать машинку, она достаточно. Что-то умный дом какой-то запилить вообще восхитительно. Да, она дорогая, да, она устаревшая, нехорошая вообще. Но внедриться в нее очень просто. Не будет ли так же с вашей системой, что вот вы выпустили, а получился какой-нибудь чип от Milander, который ты сидишь и думаешь, блин, так, вот тут регистр, вот тут регистр. Как? Как? Я вот тут переменную создал. И где она? Почему это не переменная? Вообще-то я хотел строку. В смысле, байт. И так далее. Да, спасибо большое за вопрос. Это на самом деле тот момент, который мы прорабатываем с самого начала. Именно для того, чтобы организовать хорошую поддержку конечного потребителя продукта, а конечным потребителем любой микросхемы, любой системы на кристалле является программист и разработчик аппаратуры, который дальше на ее основе будет делать какие-либо устройства. Мы привлекли с самом начале проекта программиста. Вот он, Сергей Никулин, нас за это отвечает. И у нас с самого начала разработки ведется работа над SDK, над его полнотой, над его понятностью и доступностью для пользователя. И вот это к вопросу о документации. Документация также будет, я уверен, что на высоком уровне и на понятном, поскольку у нас есть, у нашей команды в целом есть богатый опыт работы с документацией на микросхемы зарубежного производства. И мы его будем всеми силами внедрять и применять в нашей разработке. Спасибо большое за ваши вопросы, за ваши ответы. Позвольте, я только еще кратенько скажу. Вопрос меня этот прям заставил расколоться. Вот мы надеемся вообще поддержать микропитон, если это вам о чем-то говорит. Это вызвало бурю эмоций, Владимир. Я не знаю, слышите вы или нет, даже аплодисменты в зале были. Слушайте, но у нас такое. Вопрос-ответ формат превратился в дискуссионный клуб, а потом еще и в излияние всех болей своих. Давайте на этом остановимся. Выберите, пожалуйста, тот вопрос, который понравился вам больше. Можете обсудить с Владимиром, можете сделать это лично. И мы хотели бы наглядеть небольшим подарком от нашего партнера. Я не знаю, может у Владимира есть наиболее понравившийся ему вопрос из зала? Мне понравился вопрос последнего вопрошающего по поводу поддержки страны прикладного использования. Тот, который жаловался на Друина, да? Да, я поддерживаю Владимира. Он не жаловался, он наоборот сказал, что он хочет на Друина. Ну, я думаю, мы какой-нибудь риский пайс-то выпустим. Ну, конечно, мы же говорим для роб-конструкторов. Ну, тогда мы с удовольствием приглашаем тебя к нам поближе. Выходим. Держите, это вам и из ваших рук мы хотели бы за лучший вопрос Напомню, пожалуйста, как зовут тебя? Тимур. Аплодисмент Тимур за лучший вопрос. А вам большое спасибо за ваши ответы. Спасибо. Друзья, ваши аплодисменты. Иван, Владимир, хорошего дня вам. Хорошей поездки. Спасибо.